Я играю на пианино, на гитаре, на трубе. Тимофей музыкант и каждый раз находясь в опьянении, он своими случайными концертами на улицах и хулиганским поведением привлекал внимание сотрудников полиции. Он родом из закрытого города Снежинска, но туда, как оказалось, завести наркотики не так уж сложно. Их привозят туда на контрольно-пропускных пунктах. Там особого досмотра нет такого тщательного. Там проверяют в основном граждан, кто ты по документам и так далее имеешь ли право въехать. Поэтому в основном все привозили. Потом со временем появились какие-то у меня друзья, знакомые, которые этим занимаются. Тимо учился в элитной гимназии и боялся, что за вызывающее поведение в неадекватном состоянии его отчислят. Но парню все сходило с рук. Вскоре он успешно поступил на конфликтолога и переехал в Екатеринбург. Для меня привод в милицию, это было ничего страшного. Попал в какой-то замес, проснулся в отрезвителе, еще что-то. Потом рассказывать об этом своим одногруппникам, ну как-то весело это было. После первого курса Тима попал в Америку по программе обмена студентами за отличную учебу и хорошее владение английским. Но прилежного парня всегда тянуло рисковать. Там я не мог просто себе позволить. Мне не было 21 года, я не мог покупать алкоголь. Денег не хватало особо, чтобы просить кого-то еще, чтобы мне купили еще что-то. Я просто шел на такой оправданный для себя риск. Я воровал просто алкоголь, еще что-то, продукты питания какие-то. Периодически под алкоголем Тимофей становился агрессивным и продолжал устраивать беспорядки. Но оправдывал себя тем, что просто пока не умеет пить. После института решил занять себя чем-то новым в армии, но и там оказалось слишком легко достать вещества. Вскоре напился так, что угодил в отделение, где провел целых 10 суток. Я, к сожалению, не могу этого вспомнить. Я был сильно пьян. Но, как я обычно веду себя, когда привлекаю внимание правоохранительных органов, ну, начинаю там что-нибудь громко изъясняться как-то, да, нецензурно. Там, петь песни. Что у него проблемы с алкоголем Тимофей продолжал упорно не замечать, пока снова не попал в перепалку, уже будучи демобилизовавшимся. На сей раз драка была массовой. Пьяный, как бы храбрый, что-то полез там. И, ну, в итоге получил серьезные травмы головы, там, потерял несколько зубов. Получил серьезную гематому, которая, гематому мозга, которая не рассасывалась там на протяжении последних там полугода. В ожидании операции Тима жил с хроническими головными болями, облегчить которые медикаменты не могли. И юноша нашел выход в наркотиках. Переехал в Петербург, работал ювелиром. От постоянного употребления вскоре начались панические атаки. Перед госпитализацией перебрался на родину в Снежинск, где еще месяц проупотреблял с друзьями из прошлого. Все стало устраивать. Когда мне позвонили из неврологического диспансера, я сказал, что, да нет, знаете, у меня проблем уже нет никаких, все в порядке. Я думал, ну, буду катиться по жизни, как-то все будет хорошо, мне фартило всегда, и тут будет как-то вести. Внезапно у Тимы парализовала брата от передозировки веществом и начала рушиться семья. Тима благородным жестом предложил брату пройти курс реабилитации, пообещав, что и сам пролечится ради него. Так и случилось. Только в Урале без наркотиков. Везунчик по жизни Тимофей наконец признал, что болен.